Салют друзья, Bose QC352 или Bose Noise Cancelling 700. Вопрос конечно риторический, его задают те кто стоит перед покупкой полноразмерных наушников с активной системой подавления шумов. Есть ли смысл брать новые 700ки или все же проверенные и популярные в своем классе Bose QC352? Сравниваем все за и против. Bose год назад презентовали QC352 как обновление предыдущих 35-ок. Это была уже передовая беспроводная модель с регулировкой активной системы подавления шумов и поддержкой голосовых ассистентов. Визуально в QC352 практически ничего не изменилось в сравнении с первой версией QC35. Даже разъем для подзарядки аккумулятора остался прежним. Micro USB разъем наш это время, это конечно эпично. Поэтому в 700ки интегрировали уже USB Type-C для большего удобства и скорости зарядки. Дизайн давно требовал свежих решений. Bose 700 теперь смело можно назвать футуристичными. По дугам регулировки высоты наушников сразу понятно, что за модель перед нами. Спутать их с другими теперь не получится. Благодаря новому механизму можно легко менять угол наклона чаш. Они крутятся и вертятся практически во всех необходимых направлениях. Наушники легко усаживаются и подгоняются под индивидуальные особенности. При необходимости их можно носить на шее, при этом они не мешают. 700ки в сравнении с QC352 стали чутко тоньше, а чехол при этом стал габаритней. Все потому, что здесь нет складного механизма. Чаши выворачиваются в горизонтальной плоскости, в этом положении они укладываются в кейс. Предыдущие QuietComfort были со складной конструкцией. Для 700 модели производитель использует более качественные материалы. Boat 700 выглядят надежней и премиальней. Блок сенсорного управления внедрен в правую чашу. Сделано удобно, а главное, работает адекватно. Схема стандартная. Свайт вверх-вниз, вправо-влево и стандартный тач. Управление наушниками дополнено тремя физическими кнопками. Активация Bluetooth и кнопка вызова голосовых ассистентов справа. Управление шумоподавлением слева. Семисотки получили усовершенствованную систему подавления шумов. ANC активируется кнопкой на левой чаше наушников. Таким образом можно включить средний уровень, максимальный или выключить подавление шумов. Для полноценного управления шумодавилки скачайте приложение Bose Music. В прогу можно добавить все ваши гаджеты и девайсы Bose и создать мультирум-систему из акустических систем у вас дома. Здесь уже 10 уровень градации подавления внешних шумов. Фишка реализована идеальным образом. Уже на отметке 5 происходящего вокруг не слышно. Стоишь на мосту, мимо проносятся машины, автобусы, а их откровенно не слышно. На 10 уровне ты попадаешь в свой собственный мир тишины. Чтобы услышать собеседника, просто зажимаем кнопку ANC, не снимая наушники. Настройка подавления шумов более тонкая, нежели в 35.2, поскольку в прошлой модели было всего два уровня регулировки. В целом у новой модели шумодав более деликатен и не так давит на уши. Беспроводная передача данных построена на Bluetooth 5 версии. Наушники одновременно поддерживают два источника и запоминают до 8 девайсов. Реализованы только кодеки AAC и SBC. Всякие там aptX производитель не упоминает. На практике что есть то есть, но у Bose получилось достигнуть приятного звучания. При этом басхедам может показаться, что не хватает басов. Семисутки показали чистое детальное звучание. Бас тут есть в достаточном количестве. Довольно широкая музыкальная сцена. Все звучит отчетливо и детально. Иногда казалось, что вокальная партия в треках слегка утоплена. На самом деле сейчас в тренде, когда голос в песне звучит не на первом плане, а на полшага глубже. Так нынче сводят современную музыку изначально в студии. Слушиваться в слова не приходится, все разборчиво. Высокие частоты звонкие, даже в живых симфонических партиях не срывается в режущий уши песок. Музыка звучит гармонично и приятно. Новая модель звучит менее драйвово и напористо, нежели 35-2, но в то же время 700-ки более мелодичные и воздушные. При активном подавлении шумов автономность наушников достигает 20 часов. Кстати, с комплектным аудиокабелем с включенной шумодавилкой музыка будет играть до 50 часов. То есть ANC в этот момент потребляет заряд батареи, а музыка нет. Как только батарея сядет, шумодавилка выключается, а музыка продолжает играть через аудиокабель. Кстати, Bose QC35-2 те же 20 часов с активной системой подавления шумов. Для достижения комфорта при затяжных прослушиваниях предусмотрели резиновую вставку по всему периметру оголовья с внутренней стороны. В тандеме с мягкими приятными амбушюрами достигается максимум комфорта. Пластик на первый взгляд матовый, все же он собирает отпечатки и разводы, но не критично. QC35-2 по субъективным ощущениям немного комфортнее, но незначительно. Американские звукоинженеры создали уникальную систему микрофонов. Система анализирует окружающие ваш шумы и автоматически подстраивает шумодавилку. На самом деле эта вещь работает очень интересно. Элементарно поворачиваешь голову против ветра и сразу слышишь, как система противостоит шквальным потокам. При этом можно делать звонки и ваша речь не будет страдать под воздействием внешних факторов. Если говорить о качестве речи, то у 700 микрофон работает заметно лучше. Можно подытожить, что Bose Noise Cancelling 700 это не обновленная версия Bose QC35-2, а полностью новые наушники с иным подходом как к дизайну, так и к функционалу. Это более утонченные наушники премиум формата и без сомнения они найдут своих поклонников. Сравнить между собой обе модели вы можете в наших салонах персонального аудио в Киеве, Днепре и Одессе.